Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. По федеральным программам ремонтируют дороги, парки и дворы. И власти рассчитывают, что возможно будет увеличить объемы привлечения средств в госказны. По словам Васильева, это позволит создавать новые рабочие места, увеличивать поступление налогов, улучшать материально-техническую базу предприятий. Но в перспективе область должна прийти к бездотационности. Пусть эта задача не года и не двух, отмечает глава региона. Программа Экономика. Киров начнет экспортировать средства ПВО. Это произойдет уже в следующем году. Технику будет производить кировское машиностроительное предприятие. По словам его директора Эдуарда Носкова, с 2018 года завод начнет поставку средств противовоздушной обороны за рубеж. Став соисполнителем обязательств России перед иностранными заказчиками. Соответствующие заявки предприятиям уже получены. И сейчас оно осваивает производство двух типов зенитных управляемых ракет. Один уже стоит на вооружении, второй является новым и перспективным. Экономика. На 101 ФМ. Предприятия ОПК помогли региону увеличить собираемость налогов. За 9 месяцев в бюджет поступило почти 33 миллиарда рублей. Основной рост поступления произошел по налогу на прибыль организации. Его собрано почти 5 миллиардов. Это на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным Кировского Минфина, такая ситуация сложилась благодаря крупным налогоплательщикам. В частности, в сфере обороны промышленного комплекса. 10 компаний дали почти 40% поступления налога на прибыль. К другим новостям. Официальные зарплаты на кировских предприятиях вырастут. Члены организации профсоюзов региона, союза промышленников и агропромышленного союза договорились поднять минимальные зарплаты на своих предприятиях до прожиточного минимума. Это чуть более 10 тысяч рублей. Соглашение об этом организации подписали с руководством области. На сегодня МРОД в регионе 7800. В правительстве снова принимают заявки от претендентов на должность бизнес-омбудсмена. Их можно подавать в Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства до 25 декабря. После этого пройдет процедура публичного обсуждения кандидатуры. В первом обсуждении участвовали пять претендентов. Однако их программы глава региона счел формальными. Бизнес не смог прийти к единой позиции по поводу того, кто должен защищать его интересы. Поэтому конкурс объявили заново. Налог на торговые и офисные помещения переформатируют из-за махинаций бизнеса. Власти собираются расширить число налогоплательщиков, которые платят 1% с площадей. Если сейчас это касается владельцев помещений площадью свыше 2000 квадратных метров, то с 2019 года выплаты распространят на площади от 1000. Как заявил губернатор Игорь Васильев, мера направлена на решение проблемы уклонения от уплаты налога на имущество путем дробления бизнеса и площадей. Ранее власти предполагали поднять и до 1,5% в ставку налога для коммерческой недвижимости площадью от 2000 квадратов. Экономика. На 101 АФМ. Коротко несколько цифр. 2 миллиона рублей похитил начальник компании, которая строит дом на Преображенской, 95, заведено уголовное дело. На 20% должны вырасти объемы производства в сельском хозяйстве города Кирова к 2020 году. 50 миллионов рублей рассчитывает получить бюджет Кировской области за счет повышения транспортного налога для мощных легковых автомобилей. В завершении о валютах доллар на 24 ноября 58 на рублей 46 копеек, курс евро 69,18. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.